Следующий доклад Алексей Владимирович Жирве. Поливные терамические плитки из раскопок в церкви Волговечное награднище. Пожалуйста, прошу вас кафедру. Добрый вечер, уважаемые патрики. Еще немного технологии. Поливные терамические плитки – один из самых распространенных гиперативных материалов в Министерстве в Новгородской Руси. Однако в новгородской архитектуре этого периода его использование носит эпизодический характер. Из 37 известных памятников XI-XI половины XIII веков плитки или их отпечатки в растворе были обнаружены лишь в семи. Одним из них является церковь Благовещения на Городище, ее, а также надградную церковь Богоявления в Благовещенском монастыре на Мячине. От остальных построек отличает одна существенная деталь. Материалы ее внутреннего убранства были найдены снаружи. Обнаружение плитных керамических плиток произошло в процессе раскопок, разрушенной во время Великой Отечественной войны церкви XIV века архитектурно-археологической экспедиции, ноя под руководством Михаила Сталинча Каргера в 1966 году. Они были найдены в раскопе номер 2, расположенном по оси запад-восток между береговым обрезом реки Волков и выявленной этим раскопом лестничной башней храма 1103 года. Как указано в кратком отчете об этих работах, в завалах строительных материалов храма найдено значительное количество майоликовых плиток древнего пола, покрытых одноцветной поливой желтого, зеленого и коричневого цвета, форма плиток квадратная, реже треугольная. Конец цитаты. Есть упоминание о находке плиток в западной части храма начала XII века и в отчете 1969 года, но там дословно повторен только что цитируемый нами абзац. К сожалению, более подробное описание их местонахождения, общее количество и иные характеристики в отчетах не содержались. В фотоархиве IIMC сохранилось 12 листов с черно-белыми фотографиями обнаруженных плиток, из которых можно составить представление об их размерах и формах. К счастью, коллекция строительных материалов, в число которых вошли и поливные керамические плитки в количестве около 30 экземпляров, была передана в фонды Новгородского музея-заповедника. Ее обзор был выполнен Николаем Васильевичем Василовым. Валентиновичем Василовым в 2011 году, но ряд наблюдений и выводов, к которым пришел автор, на сегодняшний день могут быть уточнены или переосмыслены. Таким образом, цель нашего сообщения — введение в научный оборот новых данных о комплексе керамических плиток, найденных при раскопках церкви Благовещения. Основными задачами являются уточнение типологии плиток из раскопок каргера, выявление признаков, характерных для тех или иных групп, попытка их датировки и атрибуции. В ходе осмотра коллекции плиток удалось выявить две группы, отличающиеся друг от друга не только размерами, но и технологией изготовления. Их краткое рассмотрение будет выполнено не по хронологическому принципу, а на основе близости поиска аналогии. Наибольшее количество аналогий при сопоставлении с другими новгородскими памятниками обнаруживает вторая группа. Она представляет собой, хотя и немногочисленную, но вполне однородную группу средних размеров квадратных плиток со стороной от 9 до 11,5 см с одноцветной желтой и зеленой поливой. Формовка этих плиток происходила в неразъемной форме, но, вероятнее всего, на складной доске. В некоторых случаях можно предположить, что плитки были вырезаны из сырцов большего размера. Среди особенностей, которые перечислены здесь, на этом кадре, мы отмечаем при общей приквадратной пропорции плиток отличие в сторонах, как правило, на сантиметр. Большинство плиток имеет скошенные торцы, но обработанные они оказываются по-разному, и часто бывает сочетание прямых и скошенных боковых поверхностей. И, что важно для этого типа плиток, при их изготовлении использовали глину с большим количеством крупных примесей. В процессе формовки эти включения выступают на поверхности, что также отличает плитки этой группы от других. Керамические плитки такого типа были обнаружены в большинстве новгородских храмов, где для убранства полов использовался этот декоративный материал. Это один из полов в Рождественском пределе Софийского собора, полы из плитных плиток в церквях Спаса Преображения на Невелице. Здесь мы с вами видим сравнение с этой плиткой Ильина Славни, Федора Стратилатна Щеркова и Спаса Преображения в Старой Руси. Возможно, плитки такого типа были использованы в надвратном церкви Богоявления, в Благовещенском монастыре на Мячине, а также в Успенском монастыре в Аркажах и в церкви Климента в Старой Ладоге. Их датировка концом XII, I, III и даже половины XIII века на памятниках, построенных в это время, основана на том, что нет никаких археологических данных о других более ранних полах. Таким образом, эти полы, вероятно, первоначальны. Если наше предположение о выделении данной группы верно, то в церкви Богоявления на городеще в указанный период произошли какие-то изменения во внутреннем убранстве. А в сочетании с докладом, сделанным Владимиром Малитиновичем, в котором было упомянуто об изменениях убежа XII, I, III и XIII века, связанных с повышением внутри храма пространства Слии, возможно, эта группа как-то связана именно с этими работами. В состав первой наиболее многочисленной группы оказались включены большеформатные квадратные плитки и треугольные со скошенными торцами, где стороны достигали 17 см и более. Для формовки этих плиток, вероятнее всего, была применена неразъемная форма с дном. На такой способ изготовления указывают четкие отпечатки от деревянной формы на нижней поверхности. Можно предположить, что после набивки теста форму переворачивали, прижимали и вытряхивали, в ряде случаев дополнительно обрабатывая торцы. Внешний вид плиток, теста и обрак в этой группе напоминают плитку, что помимо размеров также отличает их от второй группы. Надо полагать, что именно к этим плиткам были адресованы слова из отчета Михаила Ксатиновича о том, что полива их, цедата отменного качества, по характеру близкая к широко известным образцам киевской строительной керамики XI-XII веков. Дополнительно датировку этой группы до монгольским временем указывают обнаруженный в 2017 году Новгородской областной каприцеин к северу от храма фрагмент поливной керамической плитки треугольной или трапециевидной формы с закругленным основанием. Эта форма могла быть применена в выкладке как криволинейного, например, циркульного элемента в алтарной части, так и, например, опять-таки, в оформлении амфалии в центральной части храма. Тем более, что амфалии в храме XIV века, выложенной из камней, обнаружены раскопками последних лет. На ее нижней поверхности до обжига была прочерчена буква В, написанное, написание которой, по предположению Датьяны Вселенной Рождественской, укладывается в период XII-I половины XIII веков. Если попытаться сузить хронологические рамки этой группы, то наиболее вероятная датировка окажется в пределах начала I-III XII столетия, то есть будет близка времени строительства храма 1103 года. На примере второй группы видно, что на рубеже XII-XIII веков в Новгороде использовались другие наборы плиток. О появлении этого набора в середине второй половины XII век в принципе возможно, но маловероятно. Что касается аналогии, то в начале XII столетия в Новгороде известен только один пример использования поливных плиток во внутреннем братстве. Это пол в Рождественском пределе Софийского собора. Сопоставление первой группы из Церкви Благовещения с набором, выполненным для устройства раннего плиточного пола предела, показывает их различие как в размерах и формах, так и в технологии изготовления. Хотя отдельные формы, судя по материалам отчета Григоря Михайловича Штандера, исследовавшего Рождественский предел, оказываются близки. Таким образом, в начале I-III XII века в Новгороде майориковыми плитками были украшены два каменных храма, но их наборы сильно отличались друг от друга. Татьяна Ценочукова отмечает схожие с Благовещенским наборы в храмах Киевской, Переяславской, Чернигово-Северственной. Учитывая наблюдения Михаила Кондатиновича Каргера, а также вывода Дениса Дмитриевича Ёлшина о киевском происхождении в плитке Церкви Благовещения при поиске аналогии, следует уделить более пристальное внимание именно этому кругу памятников. Переходя к выводам, следует отметить, что предложенные датировки и выделенные группы поливных керамических плиток из раскопок Церкви Благовещения не противоречат данным, полученным в ходе археологических сезонов последних лет. Стратеграфически фиксируется несколько уровней домонгольских растворных подготовок под полы, но при этом следов использования майориковых плиток, насколько нам известно, не обнаружено. Аналогичная ситуация имела место при раскопках в 2016-18 годах в церкви Ильина Славни в Новгороде, построенной на убежи 12-15 веков, и счастливо разрешилась находкой в переотложенном слое, обгоревшей поливной плитки треугольной формы. Это объяснило, почему в многочисленных шурфах 16-го года не было найдено никаких следов первоначального пола, в то время как подсыпка под этот пол очень хорошо сохранилась. Стало понятно, что пол из поливных керамических плиток очень сильно обгорел, и, вероятно, в конце 13-го века его полностью убрав, заменили на кирпичный пол, который зафиксирован на многих участках. Можно с осторожностью предположить, что наборные плиточные полы покрывали не все пространство церкви Благовещения, а лишь его алтарную часть. При этом оба пола, например, с рубежа 12-13 веков, смогли существовать одновременно, и их исчезновение наиболее вероятно связано со строительством нового храма в 14-м столетии. Выявленные при раскопках Благовещенской церкви группы поливных керамических плиток отражают общие этапы развития новгородской архитектурной школы. В 1-3-12 века происходит ее сложение при активном участии киевских мастеров, использовавших характерно технологические приемы в изготовлении материала. В бранстве больших новгородских храмов начало 12-го века применяется либо набор большеформатных плиток, либо сложный состарной майоликовый набор из больших и малых форматов. Два этих варианта иллюстрируют одну из особенностей развития древнерусской архитектуры данного периода, отмеченную Валентином Александровичем Булкиным. Княжеский заказ определял регистральную линию развития зубчества, но здание или ремонтная работа в них, связанная с церковным заказом, отличает яркое своеобразие и подчас уникальность, причины которых в социальном статусе геокультурном кортозоре. При этом вопрос о том, в каком из двух храмов плиточный пол появляется раньше, пока остается открытым. На рубеже XII-XIII веков вместе с формированием определенного типа и уменьшением пропорций новгородского храма фиксируется определенная стандартизация в плиточных наборах. Необходимо отметить общую для плитокоплив этого времени тенденцию к сокращению формата, что в сочетании с технологией изготовление может быть использовано как датирующий признак. Обращает на себя внимание параллель во внутреннем братстве церкви Благовещения городища и Софийского собора. Наличие в слоях строительного мусора церкви Благовещения двух разновременных наборов поливных керамических плиток, смальты, а также фрагменты плиты с лентами-углублениями для последующей выкладки на растворе мозаичного узора в точности повторяет стратеграфию домонгольских полов в рождественском пределе Софийского собора, что в свою очередь ставит вопрос об их хронологическом соответствии. Даже в том случае, если плиты с углублениями и смальты использовались не в упрошении пола, а как на стенные плитки в центральной апсиде, их появление возможно соотнести с выделенными на основании стратеграфии этапами убранства интерьеров Софии Новгородской в домонгольский период. В заключение я хотел бы упомянуть об одном интересном совпадении. Форматы больших и малых домонгольских поливных плиток из церкви Волговещения, наградящей близки поливным плиткам из церкви входа Господня в Иерусалим, построенной в 1336-1337 годах, то есть за 5 лет до строительства Второго Владовищенского храма. По одной из наших версий, они могли появиться несколько позже, строительства 30-х годов, но позднее середины XIV века. Таким образом, близость этих храмов на уровне плана и архитектурных деталей может найти параллели и у декоративного убранства. Скорее всего, впрочем, это совпадение, поскольку поливные керамические плитки для Новгорода первой и половины XIV века уникальны и пока не имеют аналогии. При сопоставлении плиток малых форматов из этих храмов, помимо небольшой разницы в размерах, их отличал и иной внешний облик. Большие форматы по причине сохранности пола в церкви Господне в Иерусалиме сравнить не удалось. В связи с этим обращают на себя внимание выделены нами при просмотре новгородской коллекции так называемые тонкие, большеформатные квадратные плитки из церкви Благовещения, у которых отсутствует дополнительная обработка торцов, а на нижней поверхности часто фиксируется песчаная обсыпка. Вероятнее всего, имеет место несколько отличная формовка внутри одной группы, но это совпадение в очередной раз призывает при поиске аналогий обращать внимание не только на формы и размеры, но и на технологии изготовления материалов, используемых в памятниках древненужской артиклуры. Спасибо. Можно ли кому-то задать вопросы? Пожалуйста. А вот Вы упомянули, с плитками все не нравится, хотя запрещает пока дискутировать, а вот скажите, плита, которую Вы упомянули, похожа на родительский предел, мы про нее не знаем. Это с углублением для мозаики. Откуда она взяла? Это и есть фотография родительского предела. Вы сказали, что они вроде бы как были в Благовещенском. А их разве нет в церкви Благовещенской? Значит, я не проявил. Скажите, а вот разбор издающейся церкви Благовещенской в XIV веке не мог как-то инициировать производство плиток, керамических плиток на фольверсалюзском. То есть мы могли, например, эти плитки обвести в качестве примера образца для XIV века. Почему Вы обязательно сводите, что это две церкви XIV века? Они могли быть в XII, а на прямом XIV просто... Конечно, в качестве образца они могли быть использованы, поскольку у нас нет пока никаких данных о том, где производились плитки и вообще, в принципе, производство этих плиток, то данных может быть с такой же. у меня вопрос, как соотнести то, что Вы рассказывали сегодня с тем, что мы слышали вчера о смальте. Эти вещи, плитки смальты, использовались в одних наборах или нет? Про смальту забыть. В смысле? В прямом. Я неправильно понял Владимира Валентиновича в той части, что мне показалось, что церковь Благовещен, Благовещенский, был найден фрагмент плиты с углублениями, в которые... Нет, я спрашиваю про это, а что вот... Правда, если намечено, то... Нет, вчера мы слышали в Благовещенске городище смальту. Это смальта. Нет виталии? Да. У меня вопрос. Как соотносится... Высказывали вчера предположение, что эта смальта, возможно, была в полу. Мы не можем сказать, потому что она патинирована. Вот эти плитки и смальта в других памятниках, у нас как они соотносятся? Они встречаются в одних наборах или это разные? Это разные наборы, да. Если мы берем пример Рождественского предела, то там, к чему я его привел, как раз такой статеграфический очень хороший показательный пример, где начало 12-го это нижний пол из сложного набора, моего-либо, большого формата и малоформатного. Дальше его перекрывает пол из плит, который я показал сейчас, с углублениями, в которых были вставки смальты и, соответственно, какой-то узор, в который, в свою очередь, перекрывается следующий пол руб, рубежа 12-го, начало 13-го, из вот этих квадратных плиток группа 2, которую я показывал здесь, наиболее распространенная в новую. То есть у нас есть относительная хронология расположения этих полов, дальше мы можем так или иначе понимать, как относительно датировать. То есть, условно говоря, плитные плитки, это конкуренты, так сказать, в розы украшениях. Они сменяют друг друга при украшении. Спасибо. О праздничном пределе плиты с углублениями для смальты из какого материала они сделаны? Известнёк. Прошу ещё вопрос. Вопросы исчерпаны. Спасибо. Спасибо. Спасибо.